Здравствуйте, друзья! У нас гостья в студии. Как зовут гостью? Диана. Откуда Диана приехала в Кремниевую долину? Из Донецка. Прямо из самого-самого Донецка? Самого-самого центральной никуда. Так вы там что, родились, выросли? Да, родилась, выросла, прожила 19 лет. И так сложилось, что пришлось уехать. Теперь тут. Ну пришлось или просто уехала? Нет, ну изначально просто уехала по визе G1, наверное, как все. Подождите, G1 это work and travel? Да, work and travel. Так, то есть вы были на каком-то курсе какого-то учебного заведения? Да, филологический факультет украинского мовато-литература. Будущий журналист. То есть размавляет украинскую? Размавляем. Так, хорошо. Значит, учились себе, никого не трогали, поехали в Америку поработать. Ну, Америку посмотреть. Посмотреть на лето. И чем кончилось все это? Ну, в Донецке начались наши боевые действия, которые не очень хорошо складывались впоследствии. Вот, мой муж как-то с этим связан. Подождите, подождите. Муж у вас, вы не приехали с мужем? Нет, мы приехали вместе. Вы уже женаты были? Нет, мы поженились здесь. Вот, мы встречались два года, приехали сюда и расписались и остались. Что, со школы, что ли, встречались? Ой, мы знакомы очень давно, у нас родители дружили давно-давно-давно, и так получилось, что судьбы сошлись. Да, значит, я хочу сказать, что супруг Дианы у нас сейчас учится здесь. Да, то есть это вам 20 лет, а ему аж целых 21. Почти 22. И женаты вы уже сколько? 5 августа будет год. Ну что ж, вы напоминаете нам, мне, напоминаете меня и супругу Свету, мы женились, ей было 18, а мне 19. Да. Ну что ж, хорошо. Так, а с чем он был связан, Деньку? Ну, он состоял в политической партии, молодые регионы, все это активно относилось к нашим боевым действиям и поэтому... И вы решили, чего это зря-то ездить туда-сюда? Ну, конечно. Ну, хорошо, то есть вы теперь как бы люди легальные, с разрешением на работу, все дела. А что родители ваши говорят? Ну, мои родители... У меня мама изначально хотела меня куда-нибудь отправить, мне кажется, с детства. А у нее еще есть детки? Да, сестра у меня, младшая, два года разница. А, я думал, сестра два года испугалась. Не-не-не. Разница была. Ну что, а сестра, говорит, я тоже к вам поеду. Не, у меня сестра член сборной России по синхронному плаванию, она у меня чемпионка. Она уже не в Донецке? Не, они сменили гражданство. Так кто они-то? Мама и сестра. То есть, а папа? А папа в Донецке. Ой, ё-моё. То есть, мама с папой уже не вместе? Ну, относительно. Относительно не вместе, у них разное гражданство и разная судьба. Да, надо так сказать. Да, видишь, как? Так она член сборной Российской Федерации по? Синхронному плаванию. Симпатичная? Да, длинноногая, худая. Все при ней. Так, все, что надо, в общем, короче. Конечно. Кавалера? Нет, свободная, вся в спорте. Пока спорт не закончу, ничего не хочу. Хорошо. Так, а вы чем вообще занимались по жизни? Учились вы, я понял, там, на эту... Украинскую молоку. Украинскую молоку, да. Ну, вот вы сейчас уже в Америке, и вам 20 лет. То есть, можно сказать, что делай, чего хочешь, да, то есть, вот, все твое. Вот, что вам хочется делать? Персональным тренером быть. Тоже по синхронному плаванию? Нет. Я с трех лет профессионально спортом занималась, так что это вся моя жизнь. Нет, я не понял, как можно с трех лет профессионально... Потому что у меня родители профессионально занимались спортом. В три года мама привела нас на спортивную гимнастику, сказала, вот, растяните, я ее отдам в синхронное плавание. Постойте, и мама в каком спорте? Мама чемпионка Советского Союза по плаванию. Просто не синхронного? Нет, по плавочному, да, по спортивному. Так, плывешь, плывешь, так... 800 метров. То есть, мама... Крепкая мама? 200 батерфляем и 800 кроли. Мама еще та. Слушай, так мама же молодая совсем. Да, маме 41. То есть, она в детские годы успела стать чемпионкой СССР, фактически? Ну да. Потом оказалось, что она чемпионка не поймешь чего уже теперь? Ну да. Тренер запил, мама ушла. Интересно. То есть, видишь, как развал СССР на тренерах, скажут, что запили? Да точно. Ну хорошо. Значит, мама спортивная, а папа? А папа по вольной борьбе мастер спорта. Вольный. Ага. Да. Это которые вот маслом натираются, чтобы за них... Нет. Больше сумма. Я шучу, я. Ну что же. А, те классические. Да. То есть, он в цирке не выступал там? Нет. Только на ковре где-нибудь? Нет. Только в спорте. Слушайте, как интересно-то. Значит, борец и пловчиха. Да. Значит, детки... Значит, у них две девочки. Они их отдали на растяжку. Сначала в три года. И потом... Ну, одна в синхронное плавание. А вас куда? Ну, я, например, занималась 7 лет синхронным плаванием. Тоже? Да. Потом я ушла, хотела заниматься конным спортом. У меня лошадки прям в душе. Да вы что? Мама говорит, какой конный спорт? Ты что, будешь за конями убирать? Нет, это точно не для тебя. Я говорю, а куда? Она говорит, современное пятиборье. Так что, потом еще 7 лет современному пятиборью посвятила. Слушайте, вот это синхронное плавание. Там не задыхаешься пока под водой головой-то? Ну, пару раз... Я нет. Я до того уровня не дошла, чтобы задыхаться. Значит, голова внизу, ноги наверху. Ну, да. Моя сестра пару раз была, что тонула. То есть, на самом деле, там, как бы, аккуратненько надо? Ну, конечно. Они проныривают по 100 метров без воздуха. Как бы, иногда бывает. Ой-ой-ой. Засыпаешь. Ну, значит, и только со стороны вот так, красота-лепота, а там... Ну, да. Тяжеловато. Очень тяжелый труд. Да. Ну, хорошо. Значит, современным пятиборьем. Что включено в современное пятиборье? Бег, стрельба, плавание, конный спорт и фехтование. Стрельба из чего? Почем? Из пневматического пистолета. Был раньше 4,5 калибр, а сейчас из лазерного. 4,5 миллиметра? Ну, да. Пулька? Маленькая, да. Ну, она не опасная. Ну, а стреляешь, как, вот так, с плеча, с руки, там... Нет, 10 метров и вытянута рука. Не то, что там через зеркало назад, там... Не-не-не. Сейчас поменяли правила, сделали как биатлон, знаете. Ты должен пробежать километр, встать стрельнуть пять выстрелов, побежать еще километр и так три раза. А раньше как было? А раньше в стойке 20 выстрелов. То есть в тире. А, в тире. Ну, да, просто в спокойном состоянии. Ну, хорошо, так вы здесь-то ходите в тир, там, знаете, с настоящего пистолета? Ну, нет, я хочу на коня, на коня хочу. То есть у вас ковбойское такое? Да, чуть-чуть. Так, на коня есть-то пистолетов, слушайте. Да, и со шпагой. Вам надо на ранчо какое-то? Ну, наверное. А вы на шпагах именно пихтовали, да? Да, на шпагах. Ага. Интересно. Ну, то есть вы так чувствуете себя в форме, вы такая как бы атлетка? Ну, да. Хочется чувствовать. А нет такого, что в Америке вот приехали и там вес набираешься такой вкусный? Ну, вы знаете, мы работали официантами все лето. В очень занятом ресторане, очень было много людей, я бегала, я не знаю, я бегала, брала все возможные столы. Где было дело? Фишерменс Варф Рейнфорест Кафе. С живописи. Сан-Франциско? Ну, да. А, ну-ну. Вот, и там, конечно, приходится побегать, потому что очень большое заведение. Ну, вы спортсмен, к чему? Ну да. Фиштовать же не надо. Ну да. Только жонглирует тарелками. Ну, хорошо. А что зарабатывает на Work and Travel в таком замечательном месте в Сан-Франциско? Ну, ребята, я могу посоветовать, если есть вариант поехать официантом, вперед. Потому что я спокойно зарабатывала за вечер, ну, за 5-6 часов, за shift, ну, 150 долларов. За смену. 150 долларов за смену? Да. Ну, подождите. Ну, это за день, фактически. У вас нет утренней смены вечера? Нет, был. Мы работали 6 дней с одним выходным, и в воскресенье и субботу у нас был double shift, то есть двойное время. То есть, грубо говоря, за неделю, за 7 дней в неделю у вас было 7 смен? Ну да, 8, получается. 8 смен. Да. Значит, по 150 долларов примерно. Ну да, на выходных я и 400 было зарабатывала. А на выходных больше? За день, за целый день, за 10 часов. А правду говорят, что вот русские меньше чем их дают? Ой, не знаю. Я один раз только видела русских у нас, таких, что именно русских. Да. Пришла очень большая семья, ждали 40 минут, хотели кланчаудер поесть. Это такой морской суп местный. Мы знаем, кланчаудер. Да. Вот. И они очень, видимо, хотели поесть от кланчаудер, пришли, а он, к сожалению, закончился. И не очень бесновали. Наши бедные менеджеры бегали там. Ну, ругались, ругались. Ну, было неприятно, честно говоря, на тот момент. Ну, думать, что эти люди как бы имеют к себе отношение какое-то. Ну да. Я как-то в Париже, я вам скажу, там какой-то был ресторан, а вы знаете, на автобусе взяли такой тур. Ездили, ездили. И нам говорят, что вот этот ресторан показывают нам, а вот там нобелевские лауреаты отмечают, там еще что-то там. В общем, короче, я понял, что мы должны туда пойти. Вот какой-то достопримечательный ресторан, и мы туда пришли, и мне хотелось вот именно фуа-гра. Хотя и вредно, как я понимаю. Но мы пришли, что-то там, не знаю, часа в два дня или там полвторого, и они сказали, что фуа-гра уже кончилась. Потому что, в общем, как-то она свежая, что ли, там с утра, или я не знаю что. В общем, мы были очень расстроены, взяли блины с икрой, но это было не то. Вот, в общем, так вот, приходишь и нету. Такое лягушачьи лапки. Лягушачьи лапки в Париже надо еще найти. Ну, я была в Париже и была в Реймсе, ела лягушачьи лапки в Реймсе. Ну, я хочу сказать, что мы искали место, где есть лягушачьи лапки. Люди в гостинице, которые должны были нам помочь найти это место, обалдели от этого вопроса. Но у них есть справочная. Они позвонили в справочную, им дали место невероятно аутентичное. Вот мы там ели эти лягушачьи лапки. Я хочу сказать, что ничего особенного. Курица, курица, правда? Ну, может быть, нет. Перепелка. Но все-таки лапки. Ну да. Сидишь, гроздья чеснока свисают там со всех сторон. Да. Там атмосферно. Оригинально, да. Хорошо. Так вы хотите быть тренером по фитнесу. Ну да. А с каким вы контингентом хотите работать? Вот с маленькими, с большими, с дедушками, вот тип меня. Вот какой ваш контингент? Ну, я работала фитнес-тренером. У меня 4 года опыта, поэтому я была тренером по акваэробике, плавание учила и персональный тренинг, то есть фитнес-зал. Ну хорошо, вот фитнес, допустим. Меня в данном случае фитнес интересует, потому что там уже спорт. Ну нет, это не спорт. Это именно, знаете, когда деток приводят, мамы, учите плавать. Ну хорошо, все-таки вот фитнес. Люди в разных возрастах этим занимаются. Вот, допустим, я могу пойти в фитнес? Конечно. А я как-то раз пошел, и так как эта тетка была, вроде же должна была соображать, так ей года 42. И она опытная, 20 лет тренер. И она мне дала упражнения сделать, после которых я чуть там до хирургии не дошел. Ну вот это главная ошибка, я считаю, тренера, что нужно посмотреть на то, что вам дали, на клиента, послушать, что он хочет, и принять объективное решение, что ты можешь ему дать. Там получалось, понимаете, такое штука, что штангу мне дали, и, значит, получается так, что от груди отжимать, от тела нормально, а вот вверх, оказывается, мужикам после 40 уже нельзя, потому что, значит, там что-то такое возникает, и опухает, и воспаляется, и так далее. Со мной это и случилось. Просто потому, что она не знала, в какую сторону можно, а в какую лучше не надо. Понимаете? Поэтому как-то боюсь я вас. Ну, видите, я к вам тоже пришла, говорю, 17 лет профессиональной карьеры. Вы говорите, как? Тебе же 20. С трех лет. Да, так она тоже может так сказать. Ну, да. А, в этом смысле. Ну, не знаю, как-то вот я боюсь я вас. Нет, просто нужно в правильные руки попасть. Я считаю, особенно это важно, если вы отдаёте своего ребёнка, вы должны прийти на тренировку, посмотреть, чему учит тренер, как он себя ведёт, как он относится к вашему ребёнку, точно так же и к взрослым. А это нужно специально учиться, или достаточно сказать, вот я там спортсменка, дайте мне там… Вы имеете в виду, чтобы работать? Да. Ну, в Украине не нужно учиться. Ну, здесь-то. Здесь нужно. Я сейчас пытаюсь, учусь в процессе на сертификат, чтобы получить сертификат. Хочу сказать, что мне это очень сложно, потому что написано очень тяжёлым языком. Я не могу сказать, что у меня плохой уровень английского, очень даже. Но там именно медицинские термины, которые я, чтобы перевести эту страницу, чтобы понять, в чём смысл, надо потратить время. С другой стороны, смотрите, что получается. Всё-таки, когда ты тренер, я не знаю, сколько берут там какие-то супер-дюпер тренеры, но всё равно ты как бы ограничен своей способностью работать. Ну, в каком смысле? Ну, в таком смысле. Вот если вы посмотрите на портнов компьютерского, например, у меня 10 человек работают постоянных сотрудников, и ещё 10 там почасовиков. И в итоге получается, что я, в сущности, эксплуататор, и как бы мой доход складывается из того, что я сам делаю, и из того, что другие люди делают тоже, как бы немножко у меня перепадает. Значит, если вы сами работаете, и всё, что вы делаете, это вы сами, то вы как бы будете довольно скромно зарабатывать. То есть, если бы свой, например, фитнес-клуб какой-то у вас был, и в этом клубе там были бы ребята, и вы бы там занимались больше маркетингом, сейлом там, ещё что-то, вы могли бы очень серьёзно как-то подняться, да, как бизнес. Вы могли бы иметь ещё отделение в разных городах, или там в разных частях Бээрии, и тем более здесь народу много, у них денег много, они с удовольствием ходят, занимаются. То есть, в этом смысле место правильное здесь, конечно. Да. То есть, у вас нет такого бизнес-потуги, нет такой? Ну, надо иметь средства для того, чтобы открыть какой-то фитнес-клуб. Нужно начать с тренера, я считаю. Когда правильный человек есть, средства найдутся, это не вопрос? Ну, да, но мне надо с чего-то начать, потому что здесь, вы знаете, мы приехали всё заново. Там дома как-то проще. Вопрос как? Хочется? Хочется. Хорошо. То есть, не то, что у вас тяга именно вот быть, значит, таким эмплойим, сотрудником, а всё-таки хочется так как бы свою хозяйку какой-нибудь завести. Ну, конечно, лидерские качества. А теперь, вы кто по гороскопу? Водолей. Ага. Значит, такой вопрос. Вот, можно сказать, что вы современная девушка? Да. Сто процентов. Хорошо. Винтаж не люблю. Чего не любите? Винтаж не люблю. Окей. Современная девушка. С точки зрения современной девушки, вот правильный молодой человек – это какой? Целеустремлённый. А к каким целям? К высокому. Не важно в чём. Он должен разбираться в чём-то, выбрать для себя путь и идти стремиться к верху. То есть, просто чтобы человек не на диване лежал, а стремился? Именно. Это самое важное. Так, чтобы стремился. Да. Чтоб надёжный был. А надёжный – это как? Ну, чтобы можно было положиться. Значит, что случилось, и ты знал, что за тобой присмотрят… Понятно. Хорошо. Надёжный. Да. Как бы, в смысле, как семьянин. Да. Именно. Чтобы не думать, что тебя кинут на произвол судьбы, и останешься один. Случается. Очень часто. Да. Потом заботливый. Верный. И… Что будем сейчас сказать? И симпатичный, наверное. Такой мужественный, даже не симпатичный. Симпатичный – это, наверное, помладше, когда была. Так. А сейчас больше мужественный. Ну, как накачанный, что-то мужественный. Нет. Вот вы знаете, что производил впечатление, что вот, мужчина. Вот смотришь на него. Вот знаете, бывают какие-то хилики непонятные, а бывают вот смотришь, и прям вот… Габаритный такой. Такой, да. Ну, подойди, но с другой стороны, понимаете, что получается? Вы написали, вы такого описали, что только глаз и глаз, потому что такого каждая хочет. Я же говорю, верный должен быть. Того где-то отобьёт кто-нибудь там, наверное. Ну, вы знаете, я к этому спокойно отношусь, потому что, если человек твой, то он твой, а если не твой, то он скатертью. Так и не твой. Ну, да. Хорошо. А вот для современной девушки, когда нормальный возраст теперь замуж выходить? Ну, уже в этом смысле… Знаете, я так часто сталкиваюсь с вопросом, а почему вы рано поженились? Вы знаете, моей маме было 20, папе 19, когда я родилась. В 21 моего папа было уже двое детей. И я могу сказать, что мой папа вполне состоявшаяся личность, достаточно зарабатывающий человек и, в принципе, всё хорошо. И никак это не сказалось на развитии моих родителей, то, что они рано поженились или рано появились у них дети. Поэтому я считаю, что это зависит от готовности конкретного человека. То есть, некоторый человек и 40 лет не готов, а какой-то в 20 лет уже способен быть. Да. Что это? Редактор субтитров Т.Горелова Продолжение следует...